И еще один пункт в борьбе за права ребенка. Борьба со злостными неплательщиками алиментов. По данным Генеральной прокуратуры, горе-родители задолжали своим детям почти 2 миллиарда тенге. Только вдумайтесь, 370 тысяч детей не получают положенные алименты. О том, как все-таки заставляют платить по счетам, в материале Акмарал Олжабаевой. Борьба с теми, кто не платит алименты в Казахстане, идет серьезная. Чтобы каждый платил по счетам, в надзорном органе разработали своего рода дорожную карту. У нас есть определенные механизмы, метод кнута и пряника. То есть кнут, мы в отношении этих должников их вносим в единый реестр должников. В отношении них применяем какие-то санкции, допустим, приостановление водительских удостоверений, водительских прав, приостановление разрешительных документов. Ограничим выезды за пределы страны. Более действенным зачастую оказывается метод пряника. После того, как горе-родители устраивают на работу, те начинают делать отчисления не только в пользу ребенка, но и более активно участвовать в общественной жизни страны. Не плачу года 3 или 4. Да, я не против отчислять. Укрыться до выполнения обязательств гражданам страны, в общем-то, не представляется возможным. А вот в октябре полицейские выходят в поисках должников в рейд. Неплательщики алиментов идут на все ухищрения, лишь бы не отдавать часть своей заработной платы на содержание своих же детей. Часто меняют место жительства, скрываются отсюда исполнителей и не желают слышать о своих детях. Но избежать ответственности они все же не смогут. Те, кто периодически не будет платить по счетам, ждет уголовная ответственность. Горе-родители могут отправить за решетку сроком до двух лет. Многодетная мать Елена Исабаева говорит, прежде всего за детей обидно. Бывший супруг семье не помогает, хотя материальной поддержки от него женщина и не ждет, поддержал бы морально. Говорит, если отца ее детей посадят за решетку, едва ли да поможет его перевоспитать. А вот новая работа, возможно, поможет начать новую жизнь. Хотелось бы, чтобы он спрашивал бы, как у ребенка здоровье, как дела. Элементарно с Новым годом поздравить, с днем рождения ребенка поздравить. Такие, как и бывший муж Елены, нерадивые родители задолжали своим детям почти 2 миллиарда тенге. В антирейтинге лидирует и Восточно-Казахстанская область. Следом идет столица. Третье место между собой поделили Кастанайск, Алматинской, Карагандинской области. Но по счетам казахстанцев постепенно все же начинают платить. Только в Алматы представители надзорных органов взыскали с должников около 30 миллионов тенге. Акмарал Жабаева и Марат Таубаев. Итоги дня.